Подарунки и подзачные листы от областного выканавшего комитета. Старшиня Абловыконка Магинац Соловей сёння принял удел воушанование экипажа у комбайнеров-тысячников. Ситуацией на палетках ознайомилися и наши корреспонденты. В акционерном товаристве Калининске полевые работы сёння начались крыху поздней звычайного. Правда, механизаторы, которые имкнутся максимально эффективно выкористать каждую хвилину, на эту затрымку не скарделися. У господарцы проходила свято тысячников. По стане на сённяшню ранницу тут убрали 56% площа и намолотили 5550 тонн сбожжа. У вауле у гэтым годзе у Калининскім различываюць намолотить каля 10 тысяч тонн зерня. На 4 тысячи больше за леташний выник. Надея на добрый урожай, тем больше реальное, что и на двор я спрыяя, и подрыхтовшая работа была проведена значная. А про чата года складника у поспеху можно аднести и под трымку механизаторов родными. У гэтые дни усехатние клопоты выключно на жонках. Поросята, кролики, куры, утки. Всё на мне. Ну, стараюсь. Ну, а что делать? Надо ему работать. По дороге у Калининске старшиня Аблвыконка Магина Целовей поспевая ознайомиться с ситуацией на палетках у інших господарках. Зараз на гомельщине зерневая убранная на 30% площа, а гульный намолот каля 300 тысяч тонн. При гэтым у шасті районах в області 20 экипажа у комбайнера у тысячников и 45 водителей, у якие перевезли по тысяче тонн нового урожаю. Непосредственно у Калининскім таких экипажа у 3 и 4 тысячники водителей. Старшиня Аблвыконкама уручает им сертификаты на наборы столового посуду и падячные листы от Аблвыконкама, у яких отзначается. Работа у сельской господарцы потребует постоянного напруження, великой самоотдачы, господарчих относин до земли и техники. Мы дякуем вам за профессионализм и верность обранной справе хлебороба. У Брахинскім районе сёння ушановывали тысячников одразу усіх господарок – 4 экипажи комбайнеров и 13 водителев. У гэтым годзе мясцовые сельгазпредприемствы у Вогулі спрацавалі напэлна як неколі добра, а сама організація работ заслуговывая самых высоких адзнак. Зараз усіх господаркі перайшлі экватор, а у пераможніку сёння у Вогулі завершають жнево. У якості подарунка у набор посуду Добружского фарфорового завода є символичный знак лідера уборочной кампании 2020, які тысячникам таксама уручая старшиня Аблвыконкама. Сіроцюлітній герой у Жнева у Брахинскім районі єсть і одна жанчына – директор сельського дому культуры, подчас уборочной, і она уже четвертый год – помошнік комбайнера. На тяжкості не скарзіться, хоч працаваць приходіця шмат. Шість часів встаём, к сімі приїжджаємо на роботу. Потім о 12 ввозвращаємся вже з роботи. Домой. Пасля завершення церемонії узнагороджування старшиня Аблвыконкама падыходзі до комбайнераў і у неформальной абстануці обмярковуваю сельскія справы. Сіоліта Гомельська область павінна завершыць жіньво знядрынными выніками, але темпы работ неабходны крыху павялічыць. Наперадзі сі оба азімых. Патрабавання губернатора – максимальнае викарастання елітнага насіння. Мы закупіли в прошлом году определённа часть еліт, іта дала возможность і падняць наші продуктивній составы, і палучаць боляя высокі урожай. Мы ці не відзім. Теплоедна рост 60 центнеров ў Калінінском. Дай Бог, нам каждый раз мы тако получали урожай і имели таке. Пэтаму акцент, конешно, мы делаем на сортовое, сортообновлении. Пэтаму мы ставим задачу, шабы наші хозяйства максимально занимались сортообновлением. Дажны быть ў каждому районе хозяйства, которые, і не тільки в каждому районі, а каждое хозяйство должно заниматься выращиванием елиты, которая могла бы быть, может быть, использована для наращивания объёма зерна. Потому что нам нужно зерно. Мы это видим.